Итак, четвертые сутки Ульяновская область работает в режиме жестких ограничений. Измененный указ о повышенной готовности введен с 30 октября по 7 ноября. На каникулы ушли не только школьники, но и многие предприятия и торговые точки. Новые меры безопасности должны помочь разорвать механизм передачи инфекции. Антиковидные реалии в первом материале. Уже привычный для ульяновцев входной фильтр проходит каждая обработка рук и термометрия. Но сразу на входе посетители торговых центров встречают закрытые отделы одежды, парфюмерии и бижутерии. Дополнительные ограничения заработали с 30 октября. Закрыто большинство бутиков, для них правительство подготовило финансовую поддержку. Протянут руку помощи и сами арендодатели. Мы, конечно, будем рассматривать каждое заявление всех арендагров и согласно этим заявлениям будут приниматься решения. Недельный локдаун позволил работать только продуктовым магазином, но только с ограниченным числом товаров. Закупить, например, новогодние игрушки точно не получится. На прилавках продукты первой необходимости. Продукты питания не ограничены ни одним из документов. Хозяйственная группа товаров достаточно большая и по списку товаров первой необходимости, который был дополнен решением губернатора в пятницу еще и расширен в виде местного нормативного права акта. В список добавили очки, линзы, туалетные принадлежности и даже автозапчасти. Шины, покрышки, камеры для покупателей, двери открыли и аптеки. Меж тем есть и те, кто вынуждены за пару дней буквально полностью изменил формат работы. Под красной предупредительной лентой столы и стулья зоны фудкортов закрыты. Но пройти и сделать заказ возможно, показав QR-код о вакцинации. Подойдет и отрицательный ПЦР-тест. Но иммунный проходной билет действительно лишь с паспортом или водительским удостоверением. К новым антиковидным будням ульяновцы уже привыкают и понимают их необходимость. Будет меньше народу, меньше будет заражений. Сейчас каникулы, можно уехать за город и провести время, например, за городом, на даче. К новым правилам оказались готовы и рестораны, чтобы не потерять постоянных клиентов. И, конечно, доход заведения общепита уходит на доставку. Поток гостей, которые хотели бы посетить рестораны, они теперь заказывают доставку на дом. Поэтому в целом вообще объем на доставку увеличился по сравнению с предыдущим периодом, когда рестораны были открыты. QR-коды не уйдут из нашей жизни и после 7 ноября уже с 8 числа и до улучшения эпидемиологической обстановки в Ульяновской области. Доступ в рестораны и кафе, театры и кино откроют лишь обладателям заветной цифровой метки. Марина Тимофеева, Денис Миронов, Вести, Ульяновск.